Привет! Как твои дела? У нас всё готово. Ой, привет! Отчего и почему? Ну что, начнём? Отчего и почему? Отчего и почему? В мире этом так непросто Разобраться что и как Беспокойный знак вопроса Это мой любимый знак Разве я виноват? Разве я виноват? Если в мире мне всё интересно подряд Я прошу сам не свой По планете родной Как же там подо мной Ходит вниз головой Я плечу отчего Я шепчу почему Почему? Почему? Объясните, я пойму Почему? 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 С этого начнём Нет, с этого Нет, с этого Так, с вот этого письма мы и начнём Это письмо Письмо пришло из посёлка Альшана От Наташи Шиян И Валю Шевченко Девочки пишут Мы очень хорошие подруги Смотрели вашу передачу И хотим вам задать свои вопросы Тут столько вопросов Я не знаю как быть Выбери самый интересный Задавай Ладно Как научиться рисовать на пять Как научиться рисовать на пять Кто скажет, что нужно для того, чтобы нарисовать на пять? Например, ты Надо очень долго учиться Так, правильно Надо же знать, что ты рисуешь Правильно Надо очень любить природу Вот, совершенно верно И надо фантазию, чтобы рисовать И ещё надо юмор Чтобы научиться рисовать на пять, надо много наблюдать за природой И то, что видела на улице, нужно передать это все на бумаге И вот надо рисовать, чтобы было всем интересно И вот тебе и всем интересно то, что ты рисуешь Здесь я рисовал своего руководителя из-за студии Наш руководитель из-за студии добрый, умный Он хочет нам помочь, чтобы хотя бы хоть один из нас стал великим художником Я думаю, что не нужно думать об оценке А нужно рисовать, чтобы научиться рисовать Я думаю, еще нужно много рисовать, рисовать Вот уж не было заботы Так пристали бегемоты Я срисовывал комод Получился бегемот Я задумал самолет Получился бегемот Рисовал я пароход Пароход? Да Снова вышел бегемот Капитан его ведет Сам такой же бегемот Я беру свою картинку Рву на части и в корзинку Нарисую мото-кросс Вот на старте стоп колес Вот помчались по шоссе Вот помчались по шоссе Солнце в каждом колесе Поворот за поворотом Вдруг гляжу я там иду Бегемот за бегемотом Бодро к финишу бегут Но теперь свою картинку Я не выброшу в корзинку Лучше напишу в сторонке Это бегемотогонки А ты умеешь рисовать? Нет? Ну ты не расстраивайся Ты бери бумагу, карандаши И рисуй, рисуй, рисуй У тебя обязательно получится Обязательно Ну все, с рисованием разобрались Вот тут пришло очень много писем В которых ребята нас расспрашивают о верблюдах И что же они спрашивают? Вот у меня письмо из Ленинградской области От Смирновой Лены Она пишет Я очень хочу узнать про верблюда Мне верблюд очень нравится Прошу напомнить мне Где живет верблюд И чем он помогает человеку А вот в этом письме Нас спрашивают Почему у верблюда горб Чем питается верблюд И вообще сколько дней верблюд может не есть и не пить Вот очень интересный вопрос Сколько воды залпом может выпить верблюд на водопое Ну что, будем отвечать? Кто нам что расскажет, интересно Ну давай с тебя начнем Я знаю, почему у верблюда длинная шея Расскажи Он при своих длинных ногах При короткой шее Не достал бы с земли пищу Так А еще что? Еще ему длинная шея Служит как бы пожарной вышкой Он все видит с высоты Понятно А что ты нам расскажешь? Я знаю, что верблюде Да могут 15 до 16 дней Находиться без воды И без пищи Понятно А что ты нам расскажешь? Во-первых Что ест верблюд Верблюд может есть Если больше ничего нет Сухие колючки А он не колется? Ему не больно? Нет Он И еще Он служит человеку Как Его даже называют Как транспорт Да Как транспорт Его даже называют кораблем пустыни Да И на верблюде кататься можно? Да Верблюд очень выносливое И трудолюбивое животное Он может нести на себе Круз весом 150-250 килограмм А иногда до 400 килограммов И так он может идти две недели С небольшими остановками для отдыха Сколько горбов бывает у верблюда? Кто знает? Можешь горбов? Два И один И один Правильно Одногорбые верблюды водятся в Африке и в Аравии А двугорбые в Азии А еще бывает совершенно необыкновенной красоты Абсолютно белые-прибелые двугорбые верблюды А я знаю, что это удивительное животное Может не есть до 10 дней И все это благодаря жировым запасам в горбу А с залпом на водопое верблюд может выпить 50-60 литров воды А я еще знаю, что верблюды живут 30-40 лет Все-таки я не понимаю Ну как верблюд может есть эти невкусные, эти колючие колючки? Если колючка возилась вам в пятку Сразу же делайте все по порядку Ни в коем случае не занимайтесь делами пустыми Быстро шагайте в любую пустыню То на любом караванном пути Можно спокойно верблюда найти Ногу ему покажите как другу Ногу ему протяните как другу И окажите друг другу услугу Съезет он колючку с доставкой на дом Ногу окинет признательным взглядом Вы же спокойно шагайте обратно Вам хорошо, вам хорошо, вам хорошо А верблюду приятно А вам хорошо, а вам хорошо, а вам хорошо Кстати, попробуй нарисовать верблюда С колючкой Нет, не то письмо Я помню, пролетало письмо Вот, вот письмо Прилетело Письмо из Москвы от Славы Барышникова Он пишет Дорогая передача, от чего и почему Летом я отдыхал на даче У нас была там речка, куколка На речке у нас много стрекоз Очень хотелось бы узнать Какой размах крыльев бывает у стрекозы Это по моей части Так, отвечаем на вопрос Отвечаем на вопрос Какой размах крыльев бывает у стрекозы Стрекозы в размахе крыльев достигают 13 сантиметров Самые большие Отдельные экзотические виды до 19 сантиметров А самые маленькие всего 2 сантиметра А вот предки современных стрекоз Первые на земле крылатые насекомые В своем размахе крыльев достигали 70-80 сантиметров Все? Все? Все Понятно Ой, нет, 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 не все Вот еще одно письмо От второклассника Вовы Первого из города Москвы Вова пишет Дорогая передача, от чего и почему Летом я был на даче Мы с папой ходили на рыбалку Сколько там стрекоз? Они такие красивые Особенно большие, синие Их крылья переливаются на солнце всеми цветами радуги А в городе таких стрекоз нет Мне очень интересно, как они рождаются? Ответьте мне, пожалуйста Давай, начнем с тебя Стрекозы живут в прудах, в водоемах Так Они рождаются тоже в водоемах Потому что там у них есть еда Понятно Кто еще что нам расскажет? Давай, Максим Стрекозы откладывают в водоем свои яйца Из них вылупляются личинки Очень пожарливые существа Едят все-все Мелкую рыбешку, наверное, едят? Даже мелкую рыбешку и улиток и давней И моллюсков едят, да? Да А вы знаете, что личинка стрекозы, когда живет в воде Максим уже сказал, она ужасно хищное существо Может поедать даже мелкую рыбешку Но, когда стрекоза из воды выходит на поверхность Забирается на какое-нибудь растение То с ней происходит метаморфоза А что это такое? А что это такое? Метаморфоза это значит превращение Какого? А от кого? 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 А我 и амурвоза в своем Субтитры создавал DimaTorzok 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 Дима Торзок Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok А больше, а больше на Синем озере Никто, никто не жил Но однажды верблюжонок По имени тот Пришел к озеру Стрекоза очень обрадовалась Его появлению И села к нему на спину И с тех пор верблюжонок По имени тот Стал каждый день приходить к озеру Потому что, потому что это счастье Да, это счастье Когда у тебя на спине вырастают крылья Даже если это тебе Только кажется Что загрустил? Кстати, я не видел твоего письма Напиши нам, пожалуйста Ой, а вот письмо из поселка Ольшаны От Наташи Линдок Наташа спрашивает Как можно сочинить музыку? Так, на этот вопрос буду отвечать я Для того, чтобы сочинить музыку Нужно очень долго и очень хорошо учиться В общем, совершенно не училась Но прекрасно сочиняю музыку Сейчас покажу Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля Ну это не музыка, конечно Это что? Гамма Правильно! Это гамма Это музыкальное упражнение А если говорить серьёзно То для того, чтобы научиться сочинять музыку Сначала нужно научиться играть На каком-нибудь музыкальном инструменте Ну, хотя бы вот на этом Как называется этот инструмент? Гитара Правильно, гитара Или вот хотя бы на этом инструменте Как называется этот инструмент? Аккордеон Правильно, аккордеон Или на этом Как он называется? Барабан Это самая большая скрипочка на свете, которая называется... Контраблатор! Совершенно верно. А когда все эти инструменты звучат вместе, это называется... Оркестр! Так вот, давайте попробуем создать свой настоящий оркестр. Вот у меня инструмент, погремушка. Максим, хочешь поиграть? А это музыкальный молоточек. Саша, ну бегом сюда. Этот инструмент называется марракас. А вот замечательный инструмент называется треугольник. А мне? А мне? А мне? А мне? Он останется. Молкар немножко. Держи. Оркестр готов? Готов! Готовите! Яченьки! Забивай! Забивай! Все! Все, молодцы! Браво! И бис кричим друг другу все вместе. Три, четыре. Бис! Браво! Браво! Всем браво! Так мы уже что, все музыканты? Да! И что, мы уже все можем сочинять музыку? Нет! Конечно, нет. Конечно, нет. Конечно, нельзя. Потому что... Потому что, если говорить серьезно, то для того, чтобы сочинить музыку, нужно как следует играть на каком-нибудь музыкальном инструменте. А это очень непросто. Но если очень захотеть... Если очень захотеть... то у тебя все получится. Получится! Вопросы есть? Есть! Есть письма про крокодилов. Ага, спасибо. Давай их сюда. Им-им-им-им. Вот это письмо улетело. Давай его сюда. Здесь письма про крокодилов. Еще письма про крокодилов. Ну, сколько писем. Дима, бери это письмо. Марина, держи. Так, разбираем почту. Вот письмо из города Перми от сестричек Лены и Жени Журавлевой. Девочки спрашивают. Ой, а здесь не про крокодилов. Не про крокодилов? Нет. Ну, вот девочки спрашивают. Почему мальчишки все время дергают девочек за косы? Ну, кто нам расскажет, почему мальчишки дергают девочек за косы? Мальчишки дергают девочек за косы, потому что девчонки очень болтливые. И они все всегда рассказывают, что надо и то, что не надо. Девчонки очень вредные. А что по этому поводу думают девчонки? Девчонки, вы вредные? Нет. Девчонки говорят, что они не вредные. Я думаю, что все гораздо проще. И что мальчишки дергают девочек за косы, потому что завидуют, что у них таких косичек нет. С крокодилами мы как-то не разобрались. Разберёмся, читай вопросы. Вопросов много. Коваленко Лена из Москвы задаёт вопрос, почему у крокодила большая пасть. Тоняное брёво из Киева спрашивает, есть ли такое животное, которого боится крокодил. Второклассник Саша Медведенко из Днепропетровска интересуется, как кричит крокодил. А вот очень смешной вопрос от москвички Лены Фоминой. Лена спрашивает, почему крокодил никогда не показывает язык. Так, хватит вопросов, давайте отвечать. Кто, что нам может поведать о крокодилах? Я знаю, что крокодилы, они не во всех странах водятся. Они водятся в жарких странах, что они ещё водятся в воде только. Понятно. А на суше они тоже бывают? Ну, на суше немножко только. А когда они ещё в воде, они выплывают только голову, оставляют и смотрят. Понятно, ясно. Дальше. Дальше, Катюша. Я знаю, что крокодилы очень хорошо плавают. Вот. И они плавают при помощи хвоста и на лапах у них тоже есть перепонки такие. Ещё я знаю, что у крокодилов никогда не затопляются зубы, потому что они всё время сменяются. Я читал в одной книжке, что в Южной Америке есть такие крокодилы. Они называются кайманы. Некоторые кайманы достигают длиной 4 метра. 4 метра? Да. Кайман, когда он виден, как бы не мёртвый, он безопасен. На людей он не нападает. Но когда он в виде мёртвого... Это значит, он притворяется? Да, притворяется. Да. Понятно. Может, он просто там немножко заснул. Вот делает вид, что заснул. Да? Ну, может быть, по правде заснул немного. Понятно. Но это очень опасно, когда он притворяется, да? Вот он притворяется, люди думают, что ничего, подходят к нему, отрагиваются, он может откусить или палец, или всю руку. Какое коварное животное. Значит, нужно опасаться крокодила, который... Да. Я ещё знаю, что крокодил очень сильный, и может, он вообще-то питается рыбой, но может разорвать на куски такого животного роста, ну, массы с корову. А тут очень смешной вопрос. Почему крокодил не улыбается? Ну, потому что не умеет улыбаться, он плакать может крокодильскими слезами. А улыбаться... Что, умеет улыбаться? Он умеет улыбаться, только у него рот такой, он похож как бы всегда улыбается. Он умеет улыбаться, только мы не замечаем. По-моему, он всё-таки улыбается. Крокодила звали Крока, звали Роко Кокодил. Он у речки одиноко, рыбу удочкой удил. Он вечерними часами отдыхал вдали овзех. Но однажды за кустами он услышал чей-то зверь. Ну и Крока-ха-ха-ха-ха-ха-ха. Был воспитан крокорока, Был воспитан крокодил, Тот, который одиноко Рыбу удочкой удел. Он в ответ не шелохнулся И ни слова не сказал, Только молча улыбнулся, Только зубы показал. От улыбки вновь жми, Смех немедленно затих, Смех немедленно затих, От улыбки вновь жми. И подумал крокорока, И подумал крокодил, Тот, который одиноко Рыбу удочкой удел. И пойму, зачем ругаться, Угрожая грубя, Если можно улыбаться, Чтоб не трогали тебя. Ну вот и все. Ну вот и все. Присылай нам свои письма с вопросами, А мы будем на них отвечать и в шутку, и всерьез. Ну вот и все. КОМДИЧЕСКАЯ СТОЛКО Субтитры подогнал «Симон»